Ребятки всем привет здрасьте здрасьте Давно не выпускал видео, потому что лето, да и вам надо менять мое видео на ваши вкусные шашлыки Ну да ладно, на самом деле я не сидел на месте. Например я провел вот такой тест по получению электричества Вблизи LEP я растянул несколько десятков метров стальной проволоки, банально изолировав их покрышками В этом тесте я получил почти 22 вольта и около 150 миллиампер переменного электричества Но что-то мне подсказывало, что если ребята начнут повторять такие эксперименты, то добром это точно не закончится Видео отправляется в корзину Вот например земляная батарея, внутри медь, напряжение конечно с нее выдавил, но ток вообще мизерный Так что видео уходит в корзину, к сожалению В прошлый раз они ответили, что же это за порошочек, похожий на колумбийский материал Проток я уже получил, недавно на цифровой помойке, так я называю интернет Мне попалось одно интересное видео, давайте я его покажу Печать вверх ногами меня очень заинтересовал, такой тип принтера И возможно в будущем не захочется собрать такой станок с необычным выдавливанием материала Сами что думаете, какое преимущество у данного 3d станка? Пишите Интересная технология, не правда ли? Для того как закупать все шабашки, я конечно попробую перевернуть вот этого малыша под названием Kingroom Которого Георгий мне подогнал специально для испытательных целей Поехали! Для начала я создам тестовую деталь 70 на 85 миллиметров Распечатаю ее в привычном положении принтера Для того чтобы посмотреть как же кроется крышка без всяких подложек Пока не нагородил колхоз, распечатаю проверочную деталь Хочу посмотреть как будет печататься крышка без подложки Да, все таки такие детали я думаю не печатаются без дополнительных поддержек Вот такие результаты получились без дополнительной поддержки Пока я не подвесил принтер вверх ногами Я хочу проверить еще одну идею Это в целях экономии пространства в комнате А что если прикрутить принтер к стене например вот так? Испытуемая верхняя крышка будет напечатана в 5 слоев высотой 0,20 миллиметров При повороте печатающей области в 90 градусов Почему то я считаю что крышка отпечатается более корректно Сейчас олень печатник наверное бежит проверять мой текст и выставлять очень волнующие для него минусы Тяф тяф ответ на твои минусы я уже напечатал в прошлых видео Ну что тут скажешь сами видите какие результаты получились Я бы не сказал что все супер но и все таки не так плохо как в первом тесте печати Ну я думаю неплохо отпечаталась вертикально это положение Ну что а теперь настало время перевернуть принтер и воспользуюсь я одним аппаратом Как вам такая красавица камера Когда-то она стоила 30 тысяч зеленых рублей Но к сожалению аппаратура устаревает и теперь она наверное не стоит ничего Ну да ладно воспользуемся штативом от нее Да это профессиональная телевизионная камера со съемным объективом и всеми ручными настройками Повидала конечно эта машинка для создания зомбо картинки Которые вы очень часто смотрите в телевизоре Модели таких камер вы до сих пор еще можете наблюдать на информационных каналах Я планирую подвесить принтер вверх ногами на снятый ремень с переносной советской радиостанции Которая весила килограмм 25 наверное Надеюсь что вся моя пирамида выдержит этот печатный беспредел Но если нет то буду клянчить новый принтер Ребята мне постоянно что-нибудь подкидывают То стол классный То печатающую голову с редуктором Которую до сих пор еще не могу установить Рама на принтере я думаю изготовлена очень жестко Даже если сам принтер будет раскачиваться Я в этом вообще не вижу никаких проблем Как вам такой нестандартный подход к теме? Конечно конструкция болтается Но это не страшно Мы же делаем тест Приступим Да конечно в меню лазить очень неудобно Но это меня не остановит Мне хочется посмотреть результаты Печатаю я ПЛА филаментом Температура сопла 190 градусов Температура стола 60 градусов К сожалению первая тестовая печать потерпела неудачу Но ничего страшного Повышу настройки до 220 градусов на сопло и стол 70 градусов Повторная печать неплохо получилась как раз Повторная печать неплохо получилась как раз Повторная крышка Напечатаю-ка я себе что-нибудь нужное Когда мне еще будет стоять принтер вверх ногами Пропечатаю детали более большего размера С температурой 220 градусов И на столе 70 градусов Очень интересно Печать вверх ногами работает Я не могу удержаться и не попробовать напечатать своим любимым ПЭТ Который сделан из мусорных бутылок Стол протяжки оставить не буду Потому что у меня уже есть запасенный пластик Температура печати Который я выставил для ПЭТ 255 градусов на печатающей голове И 95 градусов на столе Для фиксирующих барашков я воспользуюсь другим цветом ПЭТ пластика Пропечатаю этот инструмент Скажем так по красоте Вот такой инструмент для зажима наждачной бумаги и отпечатал Хотя Берем брусок Вот такой инструмент для зажима наждачной бумаги я отпечатал Бумагу закрепляем саморезами и это будет то же самое, но мы же не можем без всякого геморроя 20 пельтей и подвешены они скоро будут на турбопроводной магистрали с температурой 90 градусов В радиаторах и креплениях этих интересных объектов мне поможет Владимир Помните мы собирали, точнее он собирал свирильный станочек На сегодня в общем то и все. Пишите стоит ли собирать такой принтер или пишите свои классные гениальные идеи Не болейте и храни вас Господь! До встречи!